Побывать в один день сразу на пяти свадьбах это вполне реально. Именно такая возможность была у тех, кто пришел в зал городского дома культуры 10 декабря вечером. Что здесь происходило, знают наши корреспонденты. Вместо криков горько возгласы болельщиков, вместо гостей члены жюри и зрители. Фрагменты сразу из пяти свадеб можно было увидеть на ежегодном районном конкурсе «Молодая семья года», за звание победителя которого на этот раз боролись пять пар молодоженов. Главной целью таких конкурсов является популяризация семейных ценностей. В зале присутствовали молодые люди, студенты, ребята, которые учатся, даже еще школьники, которые сегодня смотрели на эти красивые пары и, естественно, скоро они будут заводить свои семьи. И сегодня они посмотрели, как дружно, как красиво пары участвовали в этих конкурсах. Политика губернатора Краснодарского края, это, конечно же, направлено на развитие семьи, многодетные семьи. И мы, соответственно, поддерживаем эту политику, стараемся такими мероприятиями, подобными привлечь внимание общественности к семейным ценностям, к семейным традициям. Такие разные семьи – творческие, яркие, романтичные, веселые. Такие разные истории знакомств. Но объединяет все эти пары одно – они готовы во всеуслышание заявить о своих чувствах и проверить свою семью на прочность. Проверка, кстати, была не из легких. Кому-то ради любимого человека пришлось даже на голове стоять. В первом этапе конкурса «Визитная карточка» парам нужно было оригинально представиться. Одни фрагменты свадебного танца показали, другие в фотографиях свою историю любви рассказали. А кто-то спел о своих чувствах. Как оказалось, не только путь к сердцу мужчины лежит через желудок. В конкурсе «Семейное блюдо» участникам удалось не только свои кулинарные таланты продемонстрировать, но и членам жюри задобрить. Блюдо, конечно, прекрасное. И подошли всеми творчески к себе исполнению. И по вкусовым ощущениям тоже хорошо, тем более в конце рабочего дня. Но тем не менее, все-таки импровизация, слаженность на сцене, подготовка, сказали бы, на сцене. Что должен уметь хороший папа? Конечно, дочке косички заплести. Почти все участники справились с этим заданием успешно. Так что и волосы модели остались целы, и жюри довольны. Молодым женам нужно было справиться с не менее сложной задачей. Правильно и быстро завязать мужу галстук. Только сделать это нужно было закрытыми глазами. Заданием запеленать ребенка одной рукой все пары тоже справились на отлично. А значит, к пополнению семейства молодожены тоже готовы. В конкурсе «Уставе младенца» участникам пришлось отвечать на каверзные вопросы маленьких почемучек. Какая же свадьба без сюрпризов? В завершении конкурсной программы зритель ждал настоящий подарок от молодоженов. Субтитры подогнал «Симон»! По итогам районного конкурса все семьи наградили грамотами и призами от Управления по делам молодежи и спонсоров. А кубок победителей и звание «Молодая семья года-2014» получила семья Колченых. Ребята признались, стать первыми помогла нацеленность на победу и творческое начало их семьи. Мы творческие люди, у нас все сразу получается. Творчество нас сплотило, брейк-данс – это сила. Самое сложное было плести косичку. Мне досталась девочка, у которой самые длинные волосы. Жюри, я не знаю, учитывало это или нет, но мне так или иначе пришлось плести дольше всех. А я никогда вот эту вот резиночку не надевал в конце. Это было, наверное, самым сложным моментом. Недавно молодая семья представляла наш район на краевом конкурсе клубов по месту жительства. В номинации «Семейная история» наш клуб «Счастливы вместе» занял первое место в крае. И вот новая победа. Но главное для ребят – это то, что районный конкурс стал их настоящим семейным праздником. Алена Лавринова, Александр Косицын, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова